для ее граждан. Истории Ирака 50 веков. Из них последние 9 лет оказались самыми трагическими. Детский госпиталь. Один из многих в Багдаде. Говорит главный врач госпиталя доктор Любей Латих. Вы увидите сегодня только одно. Нашу больницу. А их в Ираке немало. Таких больниц, где страдают от произвола мирового сообщества наши дети. Сотни матерей из разных районов страны приехали сюда с искалеченными детьми. Здесь и те, кто пострадал от бомбардировок, и те, кто испытал на себе все тяготы санкций ООН. Голод, болезни, лишения. Наши дети сегодня страдают самыми страшными болезнями, которых прежде не знала медицина. Кроме традиционных заболеваний, легочных, костных и других, издавна знакомых врачам, мы столкнулись теперь и с неизвестными ранее недугами, в борьбе с которыми медицина бессильна. Наши больницы переполнены. По двое-трое детей лежат в одной кровати. Медикаментов и лекарств не хватает. И в этой скученности, в инфекционном беспределе, мы порой ничего не можем поделать. Мы разрешаем родителям находиться рядом с больными, но и они ничем не могут помочь им. Они сами недоедают и мучаются, глядя, как умирают те, кого они родили, на кого надеялись. Все это негативно отражается на их состоянии, на их психике, и они тоже заболевают болезнями, ранее неизвестными науке и медицине. Мы пытаемся хоть как-то облегчить их участь, обследовать их, помогаем консультациями. Но условия очень тяжелы, а главное, нас не слышат в мире, мало знают о нас. Конечно, мы стремимся во всем разобраться сами, в болезнях детей и взрослых, в самой обстановке, влияющей на здоровье населения. Мы пытаемся докопаться до истины, найти точный диагноз. Но делать это нам нелегко. Мы пытаемся обратить внимание мировой общественности на главное, гибнут дети, психически ненормальными становятся их родители. Мы взываем о помощи, ведь удар наносится по самому дорогому, по детям, по нашему будущему. В западных органах массовой информации всячески скрываются вопиющие факты геноцида против детей и рака. Но мы, врачи, матери, отцы, весь народ страны, этого никогда не забудем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ирак имеет право продавать сегодня очень небольшое количество нефти. Средства от этого должны идти на продукты питания, на медикаменты. Денег этих категорически не хватает на самое необходимое. Но мировое сообщество отказывается увеличить квоту даже на один динар. Хотя бы ради этих детей. Даже японцы занимают непримиримо жесткую позицию. Хотя они-то лучше других знают, как страдают дети после варварских бомбовых ударов. Сегодня в Сенате Соединенных Штатов также ставится вопрос о больных детях тех американцев, которые участвовали в операции буря в пустыне. И то же о странных болезнях, неизвестных до силы медицины. Видно, есть в истории непознанный до конца закон бумеранга. И бьет этот бумеранг по самому чувствительному, но самому беззащитному. По детям. А ведь боль родителей всех стран одинакова. Конечно, в американских госпиталях есть самые современные лекарства, а здесь нет даже аспирина. Но страдание отцов не поддается логическому анализу, когда они бессильны помочь своим детям. Субтитры создавал DimaTorzok 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 У нее уже умерли двое детей. Этот последний. Но здесь ей уже ничем не могут помочь. Лекарств нет. Бездействуют аппараты, которые могли бы продлить жизнь ребенка. У нее остается одна надежда. На Аллаха. Но и сам Аллах не в силах подчинить госпитальную аппаратуру. Субтитры создавал DimaTorzok Когда-то, до введения санкций, этот госпиталь был оборудован самой современной медицинской техникой. Но техника не вечна. И за девять лет ее узлы вышли из строя. А заменить их нечем. Блокада. Сегодня в госпитале действует всего лишь несколько кислородных установок. Чтобы получить маску на 15 минут, матери с детьми томятся в ожидании по 10-20 часов. Нет самого примитивного оборудования. Детских шприцев для переливания крови. Капельниц. Марли. Бинтов. Когда же, наконец, будут отменены санкции? Этот вопрос сто раз на дню задают себе матери больных детей. Ибо каждый час в отсутствии самого необходимого может оборвать жизнь больного ребенка. И тогда остается только одно. По старому обычаю оторвать тряпочку от детского платьица и привязать ее к дереву или к забору. Здесь, у дверей госпитального морга. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА По данным статистике, каждую минуту в Ираке умирают пятеро детей от лишений, связанных с экономической блокадой. Пока вы смотрели этот фильм, в Ираке умерли 65 детей. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Николай Сергеевич, мне кажется, что сытое мировое сообщество цивилизованное вообще-то не представляет, что такое экономические санкции, экономическая блокада страны. Любой. Сытый и голодного не разумеет. Старая русская поговорка. От этого блестящего мешурой Запада не осталось бы нынешнего лоска, если бы не было вот этой нефти Персидского залива. И вот эти жуткие кадры, они только показывают вечность одной истины. Несчастное население тех стран, которые богаты и одновременно беззащитны. Пройдет 10-15 лет, когда устареет и вымрет российское ядерное оружие, и мы можем оказаться в такой же ситуации, как Ирак. Беда Ирака заключается в том, что, как сказано было, это одна из богатейших нефтяносных стран. Понимаете, в 78-м году добыча нефти в этой стране составляла 170 миллионов тонн. А запасы в этой стране оцениваются Мировой геологической организацией в 30 миллиардов тонн. Вот за эту нефть, вот это сообщество, сытые, покрытое мехами, лощеное, оно готово убить не один народ. И пойдет на это не колеблясь ни минуты. Соединенные Штаты давно столкнулись с трудностями в обеспечении полного господства в Персидском заливе. Вы помните, как они воевали с Хаменистской революцией? Как они вынашивали мечты во времена Картера высадить там десант, подавить силой иранскую революцию? Не удалось, обломали зубы. После этого они спровоцировали войну между Ираком и Ираном. Бессмысленную, кровавую, братоубийственную по существу. И тем не менее, даже та жуткая война не дала американцам желаемого результата. Страны не покорились воле Соединенных Штатов. И вот с тех пор, уже видите, 7 лет, как топчется там американский флот, не уходит. Строятся, расширяются американские военно-морские и военно-воздушные базы. Все время находятся под прицелом ракетных систем наведения Ирак. Конечно, это жуткая штука. 7 лет жить в таком вот нервном напряжении. Но Соединенные Штаты и не думают отказываться. Ведь речь даже идет о применении чуть ли не ядерного тактического оружия против. Ожидали американцы, что овощ найдется какой-нибудь предатель в Ираке, который свергнет Саддама Хусейна, который при своих минусах и при плюсах остается лидером иракского народа. Народ сделал этот выбор, его надо уважать. И тем не менее, вот идея свергнуть теперь Саддама Хусейна стала навязчивой, болезненной, шизофренической мыслью американского руководства. Вы знаете, вот даже сейчас предлагают на время Олимпийских игр прекратить военные действия. Клинтон заявляет, мне не указ ни Олимпиада, ни какие-то там традиции, обычай. Ничего его не сдерживает. Ведь весь мир высказывается против военного решения этого вопроса. Все арабские страны, по которым проехала сейчас Мадлен Олбрайт, который страшно напоминает маленькую хрюшку на своих коротеньких ножках, и она везде получила отпор во всех странах. Вся Европа, кроме Великобритании, осуждает. Я рад, что российское руководство заняло достаточно твердую, при всей своей слабости, позицию, ясно, и президент, и дума определили свое отношение к этому конфликту. Но уж действительно есть ситуация. Вы напоминали сегодня одну басню Крылова. В этом случае подходит блестящая вторая его басня, называется Волк и Ягненок. Когда все аргументы Ягненка, что я не виноват, для волка были абсолютно бессмысленны. Он сказал, так виноват-то тем, что хочется мне кушать. Вот этим и виноват Ирак. Вот, кстати, на вашей памяти нет такого примера или что-то подобного. Ведь, посмотрите, дети гибнут заживо. Дети как бы гниют заживо. Представляете, какой бой. Вот это меня потрясло просто видение вот этих беззащитных детей. Александр Николаевич, любой чуть-чуть грамотный врач-психотерапевт вам сразу скажет, что есть огромный блок, комплекс болезней, которые называются психогенными, которые вызываются прежде всего сильным ударом по человеческой психики. Я вспоминаю много книг, читал о Второй мировой войне, и в одной из них мне врезалось в память, что во время воздушных бомбардировок Англии, немецким Люфтваффе, в Англии немедленно, в 5-6 раз повысилось количество язвенников и раковых заболеваний, которые сразу же пришли в норму после окончания Второй мировой войны. Это означает, что люди, которые живут в бомбоубежище, находятся под постоянной угрозой того, что на них упадет бомба или ракета, которые измучены вечными нехватками, о которых в фильме очень красноречиво говорится, эти люди начинают страдать заболеваниями, которые часто медицине непонятны, и обычные фармакологические средства бесполезны. Здесь только помощь психотерапевт, то есть лечение психики. Значит, если эта ситуация будет продолжаться еще и дольше во времени, то просто это настоящий геноцид. Речь идет о самом настоящем геноциде. Удивляет действительно равнодушие, бездушие мирового сообщества. Где организация, которая раньше называлась Врачи мира за мир? Там был наш академик Велихов, Лоунс, претендовали на Нобелевскую премию, не помню, получили ли они ее или нет, но где они? Где миссионеры, которые топчутся в более благополучных районах, зарабатывая себе популярность, а не спасая реальным людям? Где вот те обычные потоки человеческого сострадания, которые обязательно должны прийти сюда, в эту страну измученную, которая 7 лет находится действительно в состоянии геноцида? Американцы, в принципе, вот эту идею блокады, они ее примеют уже давно. Кубинцев они с 60-го года блокируют, вот не поддаются кубинцы, значит, вот вокруг них сжимается это кольцо. Счастье, что там не весь мир принимает пока участие в этом. Потом американцы, поняв это, стали заставлять все мировое сообщество, быть их с участниками этой преступной операции. Югославию уже блокировали все совместно, и Россию втянули. Уже вокруг Ирака стальное кольцо всего мира. Вот тут надо и подумать всем правительству мира, а стоит ли так безгласно следовать фарватере американской политики? Ведь те не остановятся ни перед чем. Ну, кстати, и вокруг России так, слово за слово тоже кольцо-то так создается и сжимается. Мы знакомы с их блокадными мерами. Ведь весь советский период они же нас обложили, так сказать, как волков лошками. Каком вся система была сделана, чтобы не дать технологии, не дать финансов. Джексона Веника поправка на это же направлена. Надо будет, завтра вся эта уже разработанная технология обернется против России. Так что, давайте мы теперь от событий на Ближнем Востоке перейдем к нашим отношениям с ближайшими соседями. Только что завершился визит в Москву президента самостейной Украины Кучмы. Итоги посещения не получили.